С работой Золотые Орлы по ссылке в описании. Ну такого говна я еще не видел. Не, не видел О, Фринк! Ватта фака, мазафака Самолет-невидимка мечта любого военного Эту машину нельзя увидеть, услышать и обнаружить радаром В итоге они создали невидимку По крайней мере, так считают разработчики Приветствую всех, дорогие друзья Рад вас всех видеть, с вами снова Крюга ТВ И сегодняшнее видео будет подготовочкой к обзору Т-30 Которого у меня еще нет, но возможно я его смогу получить И соответственно Т-30 надо с чем-то сравнить, по-хорошему бы А с чем его лучше сравнивать, как не с какой-нибудь регулярной машиной Которую все могут получить, открывая просто танки американские Так вот, поговорим сегодня о Т-34 Тяжелом американском танке Который я считаю довольно неплохим для своего боевого рейтинга У него есть парочка недостатков Но они, честно говоря, не такие уж прямо заметные Игру на нем не портят Серьезно, по крайней мере А вот его плюсы довольно весомые И перекрывают все возможные минусы Лично для меня И для своего боевого рейтинга 6.7 я считаю, это достойный тяжелый танк Он получше, наверное, даже Королевского Тигра Ну и, естественно, не возникает никаких вопросов Когда сравниваешь его с каким-нибудь из 1944 года Конечно, машины более высокого БРа могут быть лучше Но тут как бы ничего абсолютно удивительного Ну что ж, давайте разберемся, что это за аппарат И с чем он такой к нам прекрасный попал Есть у него премиумный аналог Т29 И вот теперь появится акционный Т30 У Т29 орудие 105-мм У нас 120-мм Ну и у Т30 будет 155-мм По предварительной оценке, конечно Ну, уверен, будет там перезарядка ближе к 30 секундам У нас же перезарядка гораздо быстрее И это спасает ситуацию Ибо время перезарядки 16 секунд на 120 мм Но есть одна маленькая проблема На нашем орудии не завезли каморных боеприпасов И стреляем мы либо стоковыми бронебойными снарядами У которых прекрасное пробитие в 247 мм в упор И 233 мм на 500 метрах Ну, либо, если вдруг встречаем кого-то очень толстокожего То есть вариант стрелять БПСами С пробитием 324 мм в упор Но смысла в них нет, поверьте Для нашего БР-6,7 Даже если мы попадаем на 7,7 Нам с головы хватает нашего бронебойного снаряда Он, в общем-то, и является главной фишкой танка Там, где Т29 своими каморниками может не пробивать Мы пробиваем У него там 219 мм пробития Могут возникать сложности с машинами БР-7,7 некоторыми Мы же просто практически всегда в силуэт фигачим И ничего, собственно, не требуется больше Кроме того, за 34 этим и удобен Нам даже не надо выкачивать снаряды У нас сразу в стоке доступны вот эти вот адекватные бронебойные болванки Как ни крути, но, как ни крути Это бронебойные болванки, не каморные Ну и, соответственно, урон от них хоть и хороший для 120 мм Но все-таки далеко не идеальный Тем более это касается моментов, когда танк для вас не полностью доступен для стрельбы А, например, торчит у него какая-то только часть Естественно, ваншотить вы его не заваншотите Ну и 16 секунд перезарядки все-таки не самое быстрое время, которое можно найти Это довольно шустро по меркам 120-мм пушки Но медленно по сравнению с нашими основными противниками, которых мы можем встретить Поэтому иногда это может нас подводить У Т-29 с этим ситуация чуть лучше Там 13,5 секунд перезарядка, да и боеприпасы каморные Хоть и тоже не всегда ваншотят, но у них за бронебое в некоторых ситуациях лучше будет Хотя наша бронебойная болванка, особенно если долбить прям в центр корпуса И противник туда пробивается, ваншотит Причем ваншотит реально регулярно Ну либо наносит очень серьезные повреждения, если ваншот не происходит по каким-то причинам Также хотелось бы отметить, что у нас довольно приемлемая, мягко говоря, баллистика 950 метров в секунду начальная скорость полета снаряда И стрелять реально удобно Зума только как такового прям огромного нет Но это, я думаю, можно пережить Стрелять, в общем, комфортно Все супер Более того, у нас хорошая скорость ворота башни, как для тяжа В практически 17 градусов в секунду Это не супер быстро, но довольно неплохо И вертикальные углы наводки, достойные американских танков От минус 10 до 15 градусов наверх Это позволяет нам играть от башни И бронирование здесь показать имеет вполне себе смысл Давайте перейдем к его рассмотрению VLD 102 мм С приведенкой где-то 150 мм брони Но есть места, которые будут пробиваться с большей охотой Это часть VLD без наклонов Куда нас могут пробить? Вот около пулемета Но в целом тут стойкость довольно неплохая Плюс кое-где лежат даже траки Нас не пробивают 85 и иногда 88-мм пушки БР 5,7 Все остальное нашего БР конечно сюда уже пробивает НЛД очень тонкий, 70 мм Хоть там и есть наклоны, но это самое уязвимое место танка Наверное в лобовой проекции А вот башня защищена не в пример лучше Здесь у нас 203 мм, местами даже 254 Но есть куда пробить Это вот эта вот смотровая щель Куда вполне себе залетает Хотя редко и рандомно, но залетает Погон башни у нас в 158 мм Плюс попасть по нему будет нетривиальная задача Так скажем Также есть верхняя часть башни Где 158 мм Но снова же она размерами довольно небольшая Противники чаще всего туда не попадают В командирскую башенку стрелять бесполезно Там наклоны и 152 мм брони А так борта башни 158 мм Тоже пробивается далеко не всеми орудиями Но на нашем БР конечно многие уже это дело пробивают Также сзади есть довольно интересный момент У нас корма башни 102 мм Но есть дополнительная нашлепка в 101 мм Скорее всего использующаяся как противовес Это дает нам 200 мм брони И противник, который об этом не знает Может пожалеть о своем выборе Стрелять в зад башни Если говорить о бортах корпуса То передняя часть тонкая 76 мм А кормовая и того тоньше в 51 Так что пробивать Т-34 в корпус особой беды нет Как всегда, выиграя на каком-нибудь танке С пробитием по 200 в ВЛД Все его пробивать не будете Особенно с доворотом В то время как и вы на 34-ке Вас все начинают иметь в корпус Под дичайшими углами Потому что пробить в общем-то можно Особенно вот тут забавная такая тема Заметьте, броня крыши перетекает Здесь немножко в бортовую 38-мм супер уязвимое место И иногда сюда залетает Причем залетает вот когда вы играете регулярно А когда вы пытаетесь сюда попасть Выцелить, никогда в жизни не попадете Интересная в общем история Короче, все что нужно знать про 34-ку Не подставляем корпус И в целом довольно неплохо мы оттанковываем Жаль, конечно, тут 203 мм Некоторые танки противника все-таки пробивают Касаемо экипажа У нас 6 членов экипажа 4 человека в башне Двое в корпусе Огромное расстояние, конечно, внутри самого танка То есть ваншотиться особо не должно Но боеукладка Боеукладка Сами понимаете, все это дело взрывается И более того, возникают вопросы Когда какой-нибудь Лоррейн 100-мм обычным, не каморным снарядом Пробивает в НЛД и делает вам Минус 5 членов экипажа Или минус 6 Это, конечно, дичь дичайшая Но такое происходит Короче, живучесть у 34-ки Хоть и неплохая Особенно если вы танкуете только башней Вам могут убивать 2 члена экипажа И вы остаетесь полностью боеспособен Починились и снова в бой Но иногда через корпус происходят ваншоты И это просто нужно помнить Стараться его, опять же, не подставлять И тогда будет вам счастье В итоге получаем следующее Танк, который обладает неплохим бронированием Особенно если говорить о бронировании башни Но который строго не любит Если вы выставляете корпус Жирное тело пробивается И, скорее всего, приводит к ваншоту Много, когда такое случается Поэтому танкуем от башни И Т-34 станет максимально мерзотным противником Для любого вражеского танка Некоторые просто перестают его пробивать А некоторые, даже если пробивают Те же леопарды на 7,7 Они просто вам не наносят Такого урона фатального Которого бы хотелось Могут вас ковырять Чуть ли там не выстрела 4, 5, 6 Ну, как повезет, короче И подвижность Подвижность у 34-ки Для такой огромной, собственно, машины Неплохая 810 лошадиных сил На 66 тонн У нас где-то порядка 12-13 лошадей На тонну И в целом Т-34 неплохо перемещается Вместе с скоростью поворота башни Приличной Т-34 чувствуется Вполне бодро Как по мне Так она побыстрее, чем Королевский тигр Немного Короче, с подвижностью Никаких сложностей Тем более, что максималка 35 В общем, все прекрасно В итоге мы получаем Такой агрегат У которого есть Довольно долго Перезаряжающиеся Хотя и быстро По меркам класса Орудия На бронебойных Некаморных снарядах Которые нужно Все-таки уметь Иногда реализовывать Но При этом вам не нужно Другие вообще снаряды С собой возить Ибо вы все пробиваете Не нужно думать Просто стреляй туда Куда пробиваешь И наноси повреждения С неплохим бронированием Особенно неплохим Если вы играете Только от башни А здесь для этого Есть все возможности И довольно неплохой Подвижностью Как для тяжелого танка Слабости его В следующем Если вы подставляете Корпус А особенно борта То готовьтесь Принимать ваншоты И еще одна слабость 34-ки заключается В том, что Она огромная 34-ку видно И, к сожалению Ее особо реально Никуда не спрятать Более того Это касается Тех моментов Когда вы подъезжаете Например Какой-нибудь Стелле И вы можете Спрятать за ней Корпус Но не до конца Там остается Вот чуть-чуть Его торчать И туда вам Обязательно прилетит Из-за своих габаритов 34-ка В общем Должна Более-менее Аккуратно Играть От каких-либо Укрытий Всегда сверяясь С тем Умещается она За ним Или не умещается Ведь габариты Корпуса Тут довольно хитрые Как я и сказал Хоть ее и тяжело Будет пробить Вот верхнюю часть В крышку Куда-то там Но это может Произойти А могут Произойти Какий-нибудь Рикошет От лба башни В корпус Ну и соответственно Вам от этого Очень сильно поплохе А так в целом 34-ка Довольно приятная машина И быстрая И бронированная И имеет неплохое орудие Конечно С ее минусами В виде перезарядки И иногда Сложности стрельбы На большие дистанции Или то Что вдруг Вот в корпус Кто-то пробил И ваншот Эти недостатки С лихвой Как по мне Перекрываются Ее общей стабильностью Если вы играете На ней Не бонзай Улетел куда-нибудь Вперед команды всей Если пытаетесь Отыгрывать Как тяжелый танк Особенно Используя укрытие И танкуя от башни Вы получите Море фана И множество Уничтоженных Сгоревших Жоп леопардов И можно Не только их убивать Естественно Все что подставляется Все умирает На этом на сегодня Все Пишите что вы думаете По поводу Т-34 И что вы ожидаете От Т-30 Мне прям интересно Но пока К сожалению Машины нет Посмотрим Как появится Все Всем спасибо За просмотр И всем Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok